Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 10 октября года 1023-го вторник. Сегодняшняя программа так будет построена. Вначале мы поговорим про развитие ситуации вчерашней и позов последних дней. В Израиле, естественно, на фронте. Что происходит вообще на внутреннем и на внешнем. Еще какие-то вещи надо будет сказать. Потом поговорим немного в том же контексте, естественно, о формировании правительственного национального единства. О том, что я на сегодняшний момент знаю. Ну и попробуем, если вдруг после всего этого и все удастся сказать, и останется время. Есть определенные обновления по американской позиции по Нигеру. Поэтому там можно тоже, на самом деле, какие-то вещи заметить. Я думаю, если мы успеем. Если нет, значит, эта тема может уйти пока не появится. Такое время не обязательно даже на завтра перекочевать. Потому что это долгосрочная тема. Она не настолько сейчас urgent, не настолько экстренна, как все остальное, о чем мы сегодня, я надеюсь, сможем поговорить. Напоминаю, что вы можете мне писать. 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. Я знаю, что я вчера получил несколько сообщений. Я попробую их найти. Я примерно помню вопрос, который там задавался. Вот. Вот я постараюсь на него ответить. Я думаю, что я найду сам месседж тоже. Вчера просто совсем не успевал. Сегодня, я думаю, надо попробовать. Вот. Я все вижу. Пишите. 3-4-7-4-6-0-8-7. Это для тех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает. Все остальные, кто в YouTube, пожалуйста, подписывайтесь на канал, если уж вы на нем оказались. И там много чего интересного. И также дискуссионный клуб функционирует по полной. Люди обмениваются мнениями, комментариями. Все достаточно прилично. Выглядит, по крайней мере, до этого момента так было. Ну что ж, четвертый день противостояния заканчивается уже примерно, ну, во-первых, количество атак и интенсивность атак Израиля по целям в Газии, по инфраструктуре Хамаса. И часто по резиденшал, по жилым зданиям тоже наносятся удары, потому что там скрываются боевики. А усилилась интенсивность. И такой интенсивности, я так понимаю, что Газа не видела, наверное, еще никогда, даже при операции Литой с Венецией. По следующих операциях не было такой интенсивности. И, как сказал Ричард Хехтн, пресс-секретарь Армии обороны Израиля, что мы меняем парадигм. Мы все должны поменять парадигм того, что происходило и будет происходить дальше. Потому что мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии. И ответ будет, естественно, беспрецедентным. И он, в принципе, то, что он сказал, то и осуществляется сейчас. Задачи продолжают решаться. Те же, что и вчера. На самом деле, еще, я так понимаю, что не вся эрея прилегающая к Газе зачищена от террористов. И еще полностью пока не удается зафиксировать те дыры в заборе, которые были сделаны в субботу рано. То есть, пока еще продолжается, при этом, при всем, десятки тысяч солдат прочесывают зоны вокруг Газы. Часть из них резервисты, естественно, да, я думаю, даже большая часть. Но уже, я так понимаю, что задача по призыву 300 тысяч полностью исполнена. Как сегодня нам рассказал Илья Аксель, вот наш специальный корреспондент в Израиле. Что эта задача уже выполнена и что даже перевыполнена. Что пришло намного больше людей, чем нужно было, чтобы пришло. На 120 процентов, короче, задача мобилизации была выполнена. Мы резервистов мобилизации. Вот, и надо напоминать, что эти резервисты, это не просто люди, которые все время занимались, как бы, только мерными вопросами. Это люди, которые приписаны к тому же самому подразделению, в котором они служили регулярно, по призыву. И после этого они регулярно себе призывались на сборы, которые они проходили для того, чтобы их военная слаженность. И опять же, все их братские и все человеческие чувства, которые они друг друга испытывали за последние, за те годы своей срочной службы. Да, это как бы состоявшиеся слаженные подразделения, которые призываются. И каждый знает, чем он должен заниматься, каждый знает свое место, каждый тренировался. И, конечно, там минимальный требуется сейчас тренинг для того, чтобы сразу этих людей запустить в бой. Поэтому, почему до сих пор не начинается сухопутное вторжение, я расскажу чуть позже. Но, в принципе, я так понимаю, что призванные люди к этому уже готовы, они знают, что они должны делать. Единственное, что планы не утверждены. Почему планы не утверждены? Потому что нет, я так понимаю, до сих пор правительства национального единства, и это тормозит ситуацию. Потому что, скорее всего, уже было бы наземное вторжение, если бы такое правительство было создано. Но по времени вот на сейчас информации о том, что оно создано, нет. Чуть-чуть позже я скажу, какова динамика самого этого процесса. Бомбовые удары, количество жертв израильской стороны пока остается превышает 900 человек И это пока цифра, которая уже вчера нам была известна Нет точной информации по количеству заложников Опять же, армия называет цифру от 100 до 150 человек Которые захвачены и уверены в газу Хамасом Поэтому, естественно, что это отсложняет всяческие другие задачи военного плана Но, опять же, армия заявляла, что в данном случае в этой войне, которая сейчас идет Приоритет будет отдан сейчас уничтожению Хамаса Лишению, давайте скажем, это очень такая формулировка На самом деле уничтожения не было формулировки, уничтожения Хамаса Была формулировка уменьшения его, уничтожения его военных возможностей Для меня, я так понимаю, что это одно и то же, наверное Учитывая, что, кстати, точные ликвидации при этом происходят Вот сегодня были убиты двое членов Политбюро Хамаса Два министра в правительстве в ГАЗе Имена их, к сожалению, а может и не нужно их, на самом деле, называть Просто, чтобы мы знали, что, как бы, начинается постепенное уничтожение высшего эшелона Ну, понятно, что, как бы, самые серьезные ребята, одиозные Которые давно там и давно возглавляют Яхья Санжар, который отсидел до этого израильской тюрьмы И, кстати, вышел по сделке по освобождению Гелада Шалита Да, тот, который сейчас возглавляет, как бы, Хамас в ГАЗе И Махмуд Азар, членом Политбюро, который вчера прославился заявлением Что мы планируем контролировать не только Палестину, но и весь мир И будем контролировать весь мир по законам шариата Все будет происходить Не будет ни евреев, ни христиан И все будут мусульмане Примерно этим заявлением я сейчас об этом рассказывал И, на мой взгляд, немножко амбициозно И, таким образом, как бы, эволюция Хамаса в Айсис произошла Да, после этого заявления мы уже не можем говорить, что Хамас является Ихваном идеологически Ихван никогда, я так понимаю, не... Братья мусульмане никогда не настаивали на мировом доминировании И на насаждении принципов ислама тем, кто ислам не исповедует А Айсис, да И мы это все видели, наблюдали, начиная, там, с 2014 года Поэтому это уже немножко другой Хамас Не тот, к которому мы привыкли, давайте скажем так Простите Теперь по вопросу мирного населения По которому я вижу много комментариев на своем канале тоже Все прекрасно понимают, что население Плотность населения в Газе очень высокая И при нанесении ударов, да, погибает очень большое количество мирных граждан Это понятно А поэтому Хехт обратился к ним Тоже странно, на самом деле, немножко заявление Видимо, он еще был не в курсе, что египтяне закрыли Рафах Да, переход, который они контролируют Пограниченно они его закрыли И по нему никто не может выйти И сейчас он сказал, что все, кто могут покинуть Газу Должны покинуть Газу сейчас Потому что мы, вы же видите, что происходит И что будет только хуже Надо покинуть Газу А у жителей резидентов Газа Покинуть Газу нет никакой возможности Потому что Египет перекрыл последний переход На что уже в пояснении На Экс, да, в том же Твиттере уже Потом Ричард Хехт сказал Что я имел в виду, что они должны узнать И попытаться выйти через Рафах Он еще, и я еще не знаю У меня нет информации о том, открыт он или закрыт Что немножко странно тоже Но, опять же, учитывая все напряжение войны Сейчас, есть моменты, которые Наверное, ускользнули от его внимания Хотя в это с трудом верится В любом случае Уйти через Рафах Цивилизованным способом у этих людей нет возможности Если они пытаются взять Рафах приступом Я представляю себе, что Египет Они начнут стрелять Это тоже, на самом деле, могут быть те кадры Которые явно совершенно арабский мир И вообще мир не очень хочет видеть Вот Но люди должны куда-то деться А деваться им некуда Я так понимаю, что уже около 200 тысяч человек Переместились из тех мест, где они жили Из-за бомбардировок И дальше не всем понятно, что будет с ними Учитывая, как бы, потенциальную Достаточно большую процентную вероятность Возможности вторжения Да, то есть, скажем так, 95% По моей оценке Что будет наземное вторжение, естественно И там уже совсем другая история Про наземное вторжение еще чуть позже поговорим Оно, по идее, должно было начаться Как объявляли от 24 до 48 часов со вчера То есть, если не сегодня И, видимо, сегодня уже нет Должно начаться завтра Теперь, по поводу наземного вторжения Есть некоторые нюансы Потому что Общение с В 2006 году Все вот этот заход в Ливан Который с сухопутными войсками Оставился почти в самом конце Перед соглашением Описание прекращения огня Кто помнит Ту войну А При этом Группирующиеся Войска были атакованы Ракетами хизбовы тоже И даже был момент Когда сразу по 14 солдат Было убито одной ракетой Которая попала В Непосредственно В солдат Которые готовились Как бы переходить границу Что примерно такое произошло Я надеюсь, что я Сейчас память моя Меня не подводит И Был потом очень много критики Относить того Что вообще Так действовали армии Перед Второй мировой Вот так на виду Готовились Накапливали войска И технику Для того Чтобы потом совершить Уже Как бы Понятный И ожидаемый Акт вторжения Да Если так делать То нет Никакого элемента Сюрприза И где-то Так же Все эти Как группирующиеся войска Представляют себя Неплохую мишень Поэтому Я все-таки Надеюсь Что все уроки После комиссии Винограда Которая расследовала Причины и последствия И ход Ливанской Второй ливанской 2006 года Я думаю Что все уроки Которые там Были указаны Те ошибки На которые Комиссия Винограда Тогда показала Я надеюсь Что они все выучены И кстати Несколько последовательных Начальников Генштаба С того времени Уже говорили Что все эти уроки Учтены И наша армия Сегодня совсем другая Армия Намного более умная И кстати Волт и Джонал Сегодня опубликовал Уже раз мы об этом заговорили Опубликовал большой материал Того Почему на самом деле Произошло то Что произошло Да И почему Не почему разведка провалилась Это сейчас другой момент Да Может быть она не провалилась Вовсе Просто не было возможности Ну С какой-то стороны Это тоже провал Ну как правильно Сегодня Илюшев С утра заметил Говорить о причинах Всего того Что сейчас происходит Причинах как бы Тактических Вот Краткосрочных Не долгосрочных Да Надо будет После того Как все это закончится Война закончится С божьей помощью Победой Израиля И тогда можно будет Решать вопросы Почему Кто виноват И что делать Да Сейчас не до этого Сейчас бы вот создать Произошло национального единства Утвердить план Но в любом случае Оказывается Пишут эксперты В Wall Street Journal Там они берут интервью Многих экспертов Военных Аналитиков Ребят Которые как бы Военные эксперты Вослечат вашего покорного слуги Они говорят Что Израиль на самом деле Последние годы Каталился к совсем другой войне Хай-тек войне Артифишл интеллидженс войне Войне Где умный соперник Как бы И не рассчитывали совсем Как бы Вот такую На вот такую Низкоуровневую Граунд офенсив Такой Да Наземное вторжение Они не были просто К этому готовы Они не к этому готовились Вот И это тоже как бы Стратегический просчет Конечно же Но сейчас нам Мы сейчас этим не занимаемся В общем есть свои причины Того что произошло Но с другой стороны Все то что произошло Сильно сплотило нацию Сегодня эта информация О моем сопряжении Тоже есть Нация едина И я думаю что Когда нация едина Успех на ее стороне Обычно Так по крайней мере Исторически происходило С евреями Поэтому я думаю Что здесь не будет И в этом случае Исключения тоже Просто хотелось бы Конечно Чтобы потерь Было значительно меньше А теперь Вторжение Как мы понимаем Сопряжено С определенными рисками И мы имеем Дело с укрепленной территорией За много лет И все вторжения Были на самом деле Минимальны За это время И прям так совсем Как положено Разделить Пройти Разделить Сектор на три части Как это было Если не ошибаюсь При операции Литой свинец То есть как бы Делать как по учебнику Да это может Занять очень много времени И это будет Война на истощение Потому что Газ застроен плотно Есть туннели Есть растяжки Гранаты Многое Чего заминировано Боевики знают Каждый ход Выход Понятно И это Ну совсем непростая Операция Это может занять Во-первых А много времени И быть Достаточно большое количество Потерь может при этом быть И опять же Чем дольше эта война Тем больше потенциал Ее эскалации На более широкий регион И мы должны сейчас Это понимать И именно поэтому В восточном Средиземноморье Сегодня уже пришел Джеральд Форд Авианос Со всей поддержившей группы Вчера я об этом рассказывал Сегодня Я так понимаю Что от Чарльза Брауна Председателя Комитета Штабов нашего нового Уже пошла информация О том Что мы думаем Мы думаем В смысле американский Пентагон Думает Об отправке туда Второго Авианоста И это уже серьезно Это прям совсем серьезно Потому как Потому как вот Разная поступает же Информация о региональных Как бы вопросах Которые появились Последние три дня Каждый день Есть попытки Инфильтрации Из Ливана Несмотря на то Что официальных Избалага Говорят что это не мы Это либо Исламский джихад На ливанской территории Либо еще некоторые Боевые группы Которые там есть Но это Означает И как бы Перестрелки есть И периодически Резидентам Северных Северных поселков Приказывали Вот вчера по моему Днем им приказали Оставаться всем в домах Не выходить До утра До где-то вечера И только вечером Им дали возможность Выходить из домов Было сказано То есть есть были Инфертаторы Которые отстреливались Которые обезвреживались Кто-то из них ушел назад Были обстрелы взаимные Израильтяне использовали Артиллерию В рамках пока все Но это естественно Все может рано или поздно Разрастись В прямое военное противостояние Из Хизбалла Да ну естественно Военная техника пошла На север уже Есть репорты Джерусалим пост Об этом пишет Колонны танков есть Которые двигаются На север И там Правда если там Начнется совсем серьезно То тогда Это уже региональный конфликт Да сейчас Ну пока Внутренний как бы Израильский конфликт Между Израилем и Хамасом Но если расширится То это уже региональный конфликт С участием Ливана И тут тогда Хизбалла Политическое движение Которое на сегодняшний день На сегодняшний день Является правящим Правящим движением в Ливане Поэтому эта война Уже с Ливаном по полной И тогда Совсем другие Включаются механизмы И сложно себе представить У Хизбаллы Ракетный арсенал Больше чем у Хамаса Я тоже опять же Еще раз повторюсь Что я надеюсь Что все уроки Тысячного года выучены И в этом случае Как бы армия будет готова Действовать совсем по-другому Используя элементы сюрприза И хотелось бы Чтобы до этого не дошло Но в любом случае Эксперты задают Очень много вопросов Вопросы задаются Относить того А будет ли Если будет война С Хизбаллой В итоге Вяжется ли в прямое Войное противостояние Иран Каким-то образом Также я так понимаю Сегодня и в Сирии Даже было Обстрел в израильской территории То есть Палестинские группировки Которые есть И в Сирии Естественно И в Ливане Могут теоретически Такие вещи делать С другой стороны Те которые на Ливанской территории Находятся Вряд ли бы Без разрешения Хизбалы Подобные вещи делали Правильно Вот и напомню Что сама встреча На которой было дано Доброна Это вторжение Хамаса Которое в субботу произошло Последняя эта встреча Была как раз в Бейрусе Насколько я помню Несколько недель назад И там как бы Теперь мы уже знаем Там было решено Ираном как бы Дать зеленый свет На всю эту историю Хотя Иран пытается Как бы сказать всем Что он тут вообще ни при чем Но никто конечно Конечно же в это не верит Дальше Я получил вчера Вопрос который Я вот сейчас не могу найти его Потому что это все таки Сутки назад было И Меня спрашивали Нет ли Грубо да Перефразируя вопрос Нет ли здесь Не выгодно ли для России Это война Нет ли Российского вовлечения Во все это Много разных приходит Таких спекуляций Такого типа да Что вот на самом деле Это выгодно На самом деле Если Честно говоря Как я это вижу России не выгодна Война на Ближнем Востоке Еще одна вот такая Учитывая что до сих пор Сирийская кампания не завершена И уж если говорить о выгоде То наверное Да Сейчас как бы Цинично не прозвучало Но России было бы выгодней Конфликт допустим На Балканах Потому что это как бы Наторский бэкьярд А Подобный конфликт Да сейчас Он на мой взгляд России не выгоден Потому что Это Так же Угрожает Определенной стабильности Сирийского государства Которое Пытаются они Выстраивать Достаточно долго С момента своего захождения В сирийский конфликт В 2015 году Мне представляется Что нет России невыгодно Это обострение И да Россия разговаривает С Хамасом Всегда с ним разговаривала И делегации Опять же Это всегда делалось Определенные возможности Мирного регулирования Обсуждались Вот Теперь То что сегодня В официальной Как бы Российской повестке дня Происходит Не особо чем-то Выделяется От обычного стандарта Российского нератива Который всегда выступал За два голоса За двух народов И всегда был открыт И палестинской стороне Я не говорю о том Что изначально Организация Особождение Палестины Имела посольство Недалеко Американского На Девятийском переулке Там рядом Официальное председательство ПЛО всегда было ООП Точнее по-русски И вообще В Советские В времена Холодной войны Советский Союз Поддерживает Арабскую Палестинскую сторону В этом конфликте Поэтому тут Никого сюрприза Быть не должно Ни для кого Что определенное Наследие остается В отношении К арабо-израильскому Конфликту И Шаблоны Которые использовались Которыми пользовались Раньше В принципе И в ходу И сейчас Особенно учитывая Что большинство Сотрудников Любого МИДа Любой страны Ближневосточников Они арабисты Как мы понимаем Потому что Арабских стран Намного больше И соответственно Дипломатов Для арабских стран Надо больше готовить Вы понимаете То есть тут Как бы такой круг Который сам себя Постоянно Подпитывает Потому что Раз человек арабист Но чаще всего Естественно Он больше То есть Больше Дипломаты Ближневосточники Они конечно В своей работе Ориентированы Арабские страны Потому что Просто самих стран Намного больше Например Да есть еще Некоторые моменты Сейчас они не важны Да то что важно Что я так понимаю Насколько я понимаю Соглашения джентльменские Между Израилем И Россией И совместный Деконфликтинг центр Да который по Сирии Работает До сих пор работает Да просто сейчас Израилу не до операций На сирийской территории Что также Объясняет Для чего Ирану было нужно Это хамассовское вторжение Да отвлечь сейчас Израиль от того Чем он занимался Мешая Ирану Выстроить правильную инфраструктуру Производства ракет На сирийской территории Например Да Тут много чего Можно еще придумать Туда же Да Все что угодно Называйте Все будет подходить Все подходит Отвлечь Израиль Сейчас От разных своих целей И от своей работы Для Ирана Было хорошей целью И возможность Для этого Вот она была Она была срежиссированная И она и произошла Ирану выгоден этот конфликт Теперь Опять же Если только вдруг Выяснится Да Что Россия Например Да например Сознательно Передавала Ирану Какие-то средства электронного подавления Я сейчас фантазирую Например Для того чтобы они Зная что это будет использован Для этого конфликта И заранее знала О планах на вторжение Это было бы тогда Совсем другая история Но нигде никакой информации Подобного рода нет Есть только спекуляции Кстати в основном И со стороны Которая в российско-куринском конфликте Занимает не российскую сторону Поэтому исходя из этого В этих комментариях Как бы заинтересована Определенная группа интересантов Давайте скажем так Никаких вообще в принципе Подтверждений подобным теориям Нету И спекуляциям подобным Нету пока по крайней мере Ни израильское правительство Ни американское правительство Подобных вещей не говорил Теперь поддержка Опять же Израиля Как государства Понятно Она традиционно проявляется Его традиционными союзниками Последние там 75 лет Которые у него были То есть Соединенные Штаты Америки Англии, Франции И Великобритании И Геоген Соединенные Штаты Америки Великобритании И Франции И Германии Там как бы поддержка Безусловно Барненбургские ворота Вчера Так понимаю И позавчера Все видели вызовы В цветах израильского флага Вчера Я не знаю Какым светом он будет сегодня Но в любом случае Байден сегодня Вот тоже выступал Поддержка как бы безоговорочная Все что будет нужно Будет сделано И если я так понимаю В итоге В течение этого конфликта Да Вяжется Иран Тем или иным способом Или Независимо от того Я так даже понимаю Кто нанесет первый удар Этой эскалации Вполне возможно Что это может быть С израильской стороны Произойти Я так понимаю Что количество Американского Учеба Неправильно Сам себя запутал Уровень американского Вовлечения Будет не такой Как в российско-украинском Конфликте Сразу могу сказать Что в этой ситуации Я прогнозирую Американское военное Участие в конфликте Если окажется так Что Иран будет Вовлечен в сам конфликт Причем Не важно Каким способом Он будет вовлечен В смысле Он ли нанесет какой-то удар Или Израиль по нему Нанесет удар Например Да Я говорю сейчас вещи Которые как бы Я пока еще не Никто Это Потенциальная возможность Этого обсуждают Все говорят что возможно Эскалация и втягивание Других государств в регион Да Других государств региона В эту войну Но при этом Никто пока Не сказал еще Да Что если Соединенные Что если такая война Начнется регионально И США Не начнут принимать участие Но то что Американское военное Присутствие на Ближнем Востоке Сейчас будет резко увеличиваться Вот в эти дни Это понятно И опять же Нужно обеспечить Бесперебойное движение Углеводородов Которые тоже на самом деле Не очень-то сейчас В безопасности Мы видим Как только начинается война Начинает расти цена на нефть Опять же Сейчас некоторые конспирологи Скажут Ну вот опять видите России же выгодно Чтобы росла цена на нефть Да выгодно Чтобы росла цена на нефть Также это выгодно Саудовской Аравии Но никто не хочет Чтобы В итоге оказалось так Что война такая большая Региональная Потому что тогда Этот рост цены на нефть Уже не окажет Никакого влияния Потому что всем Придется в этом участвовать Я не думаю Что все хотят в этом участвовать Вот Короче есть свои моменты Положительные Свои моменты отрицательные Но в принципе Я так представляю Что потенциал эскалационного Этого конфликта Просто огромный Вот И соответственно Чем дольше Тем больше вероятность Того что эскалация будет А то что это будет Не быстро Это уже понятно По моему Да Потому что четко Совершенно ясно Что правительство В любом случае Даже еще пока не объединенное Но то которое сегодня есть Склоняется к первому варианту К тому что нужно Заходить в газу И даже если ее не реоккупировать То по крайней мере Полностью зачистить Авгиевые конюшни А это очень сложная задача Которая будет очень грязная И как сам сказал Ричард Хехт Опять же Ссылаясь на пресс-секретарь От Сахала Это не легкая прогулка Это будет грязно Это будет беспорядочно В плане того Что как это все будет выглядеть И это Не то что мы привыкли видеть За последние С 2006 года С 2007 года Простите Года Время Мы это Такого не видели еще Сказал он Вот поэтому Соответственно Раз так Опять же Готовиться надо Как в данном случае Надо к худшему Ну есть еще там К определенные моменты Развития Я в следующем сегменте Расскажу про то Что сказал Глава партии Бадр В Ираке например Да Которая является Основной партией Внутри Движения внутри ПМЮ Швейцкой милиции Помните Про иранская Которая я недавно С тем рассказывал Конечно тоже очень интересно Никуда не уходить Впереди еще много информации Бутик Политик Сказал Как обрезал Добро пожаловать Бутик Политик Часть вторая С вами Кирилл Задов Сегодня 10 октября Год 1023 Вторник Давайте Пару моментов Значит Во-первых Хадди Алямри Он возглавляет Партию Бадр В Ираке Которая Большая часть Ее как бы членов Являются Большой частью ПМЮ Да Группа Боевая группа Про иранская Папелон Народные Народные милиционные бригады Наверное правильно Русских перевести Они Как бы были наземной силой Про иранской Тренированной Я так понимаю Корпусом стражей тоже Да они были Они Хатайб Хизбалла Были той наземной силой Которая помогала Убивать бойцов Исламского государства На территории Ирака И американцы делали это с воздуха А эти ребята делали это на земле Вот Про Ирак я сейчас И вот он сегодня Выступил с заявлением Что исходя из того Что американцы Если вдруг Выяснится так Что американцы Напрямую начнут участие В этом конфликте То с этого момента Все американцы Будут легитимной целью Группы БАДР Он сказал И соответственно Народных милиционных бригад Напомню что сейчас У нас там Диспланы тысячи солдат Спецназ И они В Ираке И они Вроде бы Только как адвайзеры Там работают Но Слава в это верится Конечно Чаще Скорее всего Все операции По уничтожению Ячейки Исламского государства Они в них участвуют В общем Периодически Мы помним Американские базы Там обстреливались Ракетами Это делало Ихатаип Хизбала И были ответы На это Всякое бывало Все это естественно Начало активно происходить После ликвидации Косема Сулеймани В январе 2000 года По приказу Трампа В общем Там ситуация Очень непростая И соответственно Уже Так получается Что если Америка Будет вовлечена То есть опасность Того что Американские солдаты В Ираке Станут как бы Станут мишенью И для этого Значит придется Тогда этот Принимать решение Либо вытаскивать их оттуда Либо наоборот Усиливать контингент Что в принципе Тоже возможно Но я сомневаюсь Что у этой администрации Есть аппетит на подобные вещи Это как бы Определенные ограничения Ну и в этом случае Ирак становится Опять же тогда Местом сражения Между США и Ираном То чего Как страшно Сне боятся все Боится весь Иракский истеблишмент Те кто По крайней мере Та его часть Которая заинтересована В суверенном И независимом Ираке А не просто В проксе иранском Который делает Только то что нужно Ирану Те кто хотят Не зависит Государство собственного Понятно что Они не хотят Чтобы подобный сценарий Реализовался Поэтому тут Каким то образом Нужно наверное Если Иран тоже Кстати если Иран Не хочет напрямую С Америки Сейчас вступить В военный конфликт Ему нужно будет наверное Каким то образом Унять пыл Народных мобилизационных Бригад Которые теоретически Как бы понятно Что его приказов Должны слушаться Потому что иначе Ну чем тогда А не про иранское прокси Правильно Вот Это первый момент Который я хотел Коснуться Так что не только Хизбалла Является угрозой Для израильских И для американских И для территорий В частной регионе А вот есть еще Есть еще Кто может являться Такой угрозой Да и раньше И являлся тоже Поэтому ничего удивительного В этом нет После опять же Ликвидации Косе Мусульмании На мой взгляд Это связанный момент Теперь относительно Наконец-то Да появилось Возможно сказать Создание Пресс-национального единства Я так же Как и Дэвид Ротман На Шпицкор В Израиле Тоже не с тем Понимаю Как это можно Сейчас такой момент До сих пор Еще его не создать Когда призыв Был без всяких Предварительных условий Всем зайти В такое правительство Вдруг начинает Видимо разговор О том что Какие-то предварительные условия Есть И вроде бы Уже все согласились Ну по крайней мере Ганс согласился Уже Лапит и Либерман Сказали что они В такое правительство Войдут Ну потому что В такой ситуации Сказать что я не войду Это конец Политической карьеры Я так понимаю Это да По сегодняшнему Вообще по израильским Понятиям Да и по совести Да Даже если на секундочку Отставить в сторону Саму политику И посмотреть То что происходит Последние 4 дня Политическая борьба Должна сейчас В Израиле Совсем прекратиться Опять же Есть разные спекуляции Что вот в том кабинете Узком военном Который будет решать Вопросы войны Бенгвира было бы Быть не должно И это например Смутило Бенгвира Но вот на заседании Коалиции например Все министры сказали Что они поддерживают Создание Противностранственного единства Условия как бы нет вопросов И на Таньягу Есть мандат на формирование Такого правительства От коалиции То есть никто Из-за того что Какой-то из министров Не зайдет в правительство Не планирует Разваливать коалицию сейчас Сейчас не может быть Никакой политической борьбы И то что это продолжается А то что до сих пор Не создано правительство Это криты Это индикатор Того что Противическая борьба продолжается Это еще как бы один Момент Того что Пока не определены Не преодолены Спорные моменты Которые до сих пор остаются А если они до сих пор Уже после четырех дней Этого кошмара Которые происходят Не преодолены То мне представляется Что совсем плохо тогда Если так И опять же Если нет единства В эшелонах власти Тоже Да И в эстеблишменте Не будет единства В народе вроде единства Уже есть Но этого мало Надо чтобы те кто правят Элита Да Политический эстеблишмент Тоже как бы понимал Что это самый важный момент Сегодня А что будет потом Будет потом Сначала до этого Потом надо еще дожить И это экзистенциальная угроза Сейчас И это экзистенциальный конфликт Сейчас Потому что Как все прекрасно понимают Что даже если забыть О том что есть еще соседи Которые не друзья Говоря мягко Есть же еще внутри Огромное Арабское меньшинство С паспортами И есть еще Огромное количество людей Арабов Которые не С паспортами С видом на жительство И просто много арабов И есть иудея Самария Да и Хамас Вступает постоянно С призывом провести В иудеи Самарии Полную мобилизацию Среди Как бы Своих сторонников Чтобы они уже начинали Оказывать Израильским солдатам Сопротивление Это правда Что все главные дороги Перекрыты И огромное внимание Уделяется поселениям Сейчас И их безопасности И понятно Что 300 тысяч Израильистов Хватит Для того чтобы Обеспечить безопасность Везде Внутри Да Государства Включая как бы Территории которые являются Для мира спорными Но для нас как бы Тоже как бы Мы признаем Тем что мы Их оккупируем Но мы не говорим Что они спорные Да И мы не говорим Что мы планируем Из них С этих территорий уходить То есть мы их Контролируем военной силой В любом случае То есть они как бы Давным-давно уже считаются Продолжением государства Хотя На официальном уровне Это не так В общем Пока я не видел Позиции Объединенных Арабских Эмиратов Например Марокко Официальные позиции Я не видел И не знаю Что происходило На Лиге Арабских стран На заседании Которое должно было начаться вчера Но в принципе Надо же понимать Что Ситуация может В любой момент Начать ухудшаться еще Потому что Это только начало всего И мы же понимаем Что чем дальше Блокада полная газа Будет продолжаться С отключением воды Электричества И прекращением поставок Продовольствия И топлива И бензина То тем хуже Будет как бы Сновидеться общая ситуация И мир будет орать Все громче и громче Это же понятный момент И их не будет волновать Что Израиль Нужно защититься И победить Их будет волновать Ситуация с двумя миллионами Мирных жителей Которые там проживают И нельзя же будет Объяснить Что эти мирные жители Сами виноваты Потому что они позволили Ублюдкам Животным Собой управлять Как бы А то что они Ублюдки и животные Я думаю что все увидели За последние 4 дня Это же не вопрос Правда ведь Что они с дверью И они все заслужили Смерть Я надеюсь что У любого нормального человека Это понимание присутствует Теперь Ну мирные жители Не виноваты Правильно И чем дальше Это будет продолжаться Тем больше будет крик Вопрос Готовы ли Америка Готовы ли Совет Безопасности И его постоянные члены Как бы Готовы Короче Готовы ли на уровне Совбеза Америка Постоянно блокировать Любые антиизраильские резолюции И возможно ли будет Как-то мировой этот крик Держать под контролем Это тоже большой вопрос Но Проблемы надо решать Мы будем еще возвращаться К этим вопросам Я думаю что они от нас Никуда не денутся Пока война Это продолжается Друзья большое спасибо Что были со мной С вами был Кирилл Задов И слушали Бутик Политик До встречи завтра Бутик Политик Сказал Как обрезал